Итак, вот оно очередное видео из раздела мой бьюти кейс, вернее содержимое моего бьюти кейса. И сегодня в этом конкретном видео мне бы хотелось поподробнее остановиться на моих любимых продуктах по уходу за бровями. Собственно, вот все продукты по уходу за бровями, они находятся вот в этой вот верхней секции. Здесь две секции, здесь у меня находятся карандаши для глаз, подводки, туши и карандаши для губ. А вот эта вот вся секция отведена исключительно продуктом по уходу за бровями. Итак, если вам интересно, оставайтесь пожалуйста со мной, впереди еще очень-очень много интересного. Итак, вот оно содержимое данной секции, то есть вы видите, что содержимое достаточно разномастное. Здесь есть средства и от NYX, и от Bobby Brown, и от Benefit, и от Anastasia Beverly Hills, Clorans, Gouche, Smashbox. То есть достаточно большое количество различных средств. Здесь есть и карандаши, и гели, и специальные палетки. Продуктов действительно достаточно много, сейчас попробую быстро-быстро по ним пробежаться. Первая палетка по уходу за бровями, вот такими вот кисточками и пинцетиками. Это палетка от Bobby Brown. Сейчас мы посмотрим оттенок. Это Brow Kit в оттенке Cement Birch. Палетка вот такая, вот оттенки очень приятные, как раз собственно подходит для меня, для блондинки. Единственное, что, признаюсь честно, что в последнее время я не часто пользуюсь именно тенями. Для прорисовки моих бровей все чаще мне удобнее это делать карандашом, но как-то потому, что и быстрее, и привыкла я. Поэтому данная палетка я, конечно, пользовалась несколько раз, но в основном она лежит больше без дела, к сожалению. Палетка это вот такая вот палетка от Clorans. Называется она Eyebrow Kit Pro Palette. Так вот данная палетка выглядит внутри. Собственно, здесь также есть три оттенка для того, чтобы нарисовать вашу бровь. Специальный воск для бровей, специальный розовенький, вот такой вот очень приятный хайлайтер, щеточка для расчесывания, кисточка и вот здесь вот у нас пинцетик. Собственно, набор удобный, набор такой очень универсальный, с помощью него можно легко привести ваши брови в порядок. Эта палетка у меня появилась одна из первых, какое-то время я использовалась. Сейчас тоже, наверное, большую часть времени лежит без надобности, потому что пользуюсь я сейчас, предпочитаю пользоваться несколько другими продуктами, о которых расскажу вам чуть позже. Следующая палетка у нас относится к масс-марке. Это достаточно доступная марка Гош. Это Брау Кит. Такая вот палетка 001. О данной палетке я узнала из блога Лизы Элдридж. Она ее очень хвалила и, конечно же, увидев данную марку, я не смогла не приобрести данную палетку себе в пользование. Вот, собственно, вот так выглядит палетка от марки Гош внутри. Здесь также у нас три оттенка. Воск для фиксации бровей и двусторонняя кисточка. С одной стороны кисточка, со второй стороны спонжик, чтобы, собственно, можно было прорисовать бровь. Еще раз повторюсь, данная палетка относится к масс-маркету. Она весьма доступная по цене, а вот по качеству она действительно очень-очень хороша, так что обратите на нее, пожалуйста, ваше внимание. Очень вам ее рекомендую. Далее у меня есть вот такой вот Брау Пауде Дюо в оттенке блонд от марки Анастейша Беверли Хиллз. Это вот такие вот тени для бровей в самом светленьком оттенке. Вот когда я... у меня оттенок волос совсем светлый, и мне хочется таких вот естественных, очень натуральных бровей, то данная палетка мне очень-очень помогает. И также у меня есть еще вот такая вот, тоже очень удобная, маленькая палеточка от марки Смэшбокс. Это Брау Тек, тоже в оттенке блонд. Собственно, я блондинка, поэтому большинство продуктов для бровей у меня, естественно, в оттенке блонд. Данная палетка Смэшбокс выглядит внутри. Здесь, опять же, два оттенка для бровей и специальный воск для фиксации. Вот данную трешечку очень удобно брать с собой в поездке. Она маленькая, и если вы любите рисовать, прорисовывать брови тенями, то вот с данным средством оно место занимает минимум, но вы легко сможете с помощью него привести ваши бровки в порядок. Помадки у меня как-то особо не прижились в моем хозяйстве. Из помадок у меня есть вот такой вот малыш от марки Inglot. Это Брау Лайнер Джел. Как вот данный малыш выглядит внутри. Такой вот очень приятный оттенок. Он не совсем... Прошу прощения, нет у нас оттенок 11. Он, соответственно, не совсем светлый. Он такой немножечко в топ, чуть-чуть в холодный фиолетовый, и он очень, естественно, очень хорошо смотрится на бровках. Тоже, как вы видите, достаточно неактивно им пользуюсь. Надо, собственно, начать уже. Надо уже его распробовать и перейти на помадки. Я думаю, что вот мне очень-очень понравится. Так же у меня здесь есть три оттеночных геля для бровей. Это вот такой вот гель золотинкой Pelti. Мне его сестра привезла из Японии. Это вот такой вот Jim Brow от Benefit. Тоже в оттенке Blonde. И это вот такой вот Natural Brow Shaper от марки Bobby Brown. Все с достаточно удобными кисточками. Вот в последнее время, честно говоря, вот средство от марки Bobby Brown, оно мне кажется, слишком светловато. Когда в моде были такие более графичные, более темные бровки, я в основном использовала именно вот этот вот Jim Brow от Benefit. И он очень-очень мне нравится. В последнее время я именно его использую для фиксации своих бровей и для придания волоскам объема и дополнительного цвета. В этой части у меня находятся два прозрачных геля для фиксации бровей. Это гель от марки The Body Shop. И второе, это такой бюджетный, замечательный гель от марки Catrice Cosmetics slash Brow Designer, который можно вот менять хоть каждый день, хоть раз в неделю, как вам хочется. И очень-очень классные такие продукты. Наконец-то добрались, собственно, для карандашей и для бровей. Также среди карандашей у меня лежит вот такой вот возголепец для фиксации бровей от марки NYX. Это Eyebrow Shaper в карандаше. Вот если вам не хочется кисточкой работать, собственно, с воском, который есть в палетках, то вы берете карандаш и тоже за 2 секунды фиксируете вашу бровку вот таким вот Eyebrow Shaper от марки NYX. Также у меня есть несколько карандашиков для прорисовки формы бровей, для подчеркивания нижней линии вашей брови, для более четкой брови. Это вот такой вот, он получается двухсторонний, с одной тоже от марки NYX. С одной стороны мы делаем темную бровку, да, а второй светлой частью мы, собственно, делаем ее форму идеальной. Корректируем нашу бровь. И также, конечно же, самый известный розовый карандашик от марки Frosche, который очень любит Лена Крыгина, которая хвалит в своем каждом видео про брови. И, конечно же, карандаш классный, карандаш очень бюджетный, пользуюсь с ним, им, вернее, с удовольствием. И также у меня есть вот такой вот беленький от Make Up Forever. Это карандашик, он, наверное, в меньшей степени я его использую для подчеркивания формы брови, хотя тоже можно немножечко с помощью него бровь подкорректировать. В большей, по большей части я его использую для высветления нижней слизистой моего века. Это прорисовки самой брови, прорисовки отдельных волосков на брови. Я попробовала для себя вот такой вот eyebrow marker от марки NYX. Данный продукт мне показался достаточно интересным. Собственно, это вот такая вот фактически фломастер с такой вот тоненькой-тоненькой кисточкой, с помощью которого можно дорисовать отдельные волоски на вашей брови. Сейчас я вам покажу свотч. Вот так вот выглядит данный фломастер. С помощью него можно подкорректировать форму вашей брови и аккуратненько подрисовать, дорисовать недостающие волоски там, где их у вас по каким-то причинам не хватает. Итак, сейчас быстренько пробежимся по моим любимым карандашам для бровей. Первый это такой вот карандаш Smashbox Brow Tech To Go. Это с одной стороны карандаш у него находится, а с другой стороны находится прозрачный гель с кисточкой для фиксации бровей. Карандаш у меня в оттенке taupe. У него вот такая вот скошенная, такой носик вытянутый и вот он свотч на данный карандашик. Вот они. Следующий карандаш для бровей это вот такой вот Brow Shaping Pencil от марки Inglot в оттенке 63. Он такой достаточно толстенький. Вот он оттенок вот в этой части руки. Вот так вот он выглядит. Честно говоря, в последнее время я предпочитаю карандашики с тонким носиком, поэтому этот особо лежит без дела. Говорю сразу, у меня карандаши разных оттенков, так же как и тени, потому что цвет моих волос несколько меняется, да и мода на брови тоже несколько меняется. В прошлый сезон в моде были брови, которые темнее вашего естественного цвета волос. На данный момент все блондинки опять высветляют себе брови, потому что в моде у нас светлые брови. Итак, свою руку для сводча я смыла. Теперь мы можем разглядывать и рассматривать остальные карандашики. Следующий у нас по порядку. Это вот такой вот Perfectly Defined Longwear Brow Pencil от марки Bobby Brown в оттенке эспрессо. Осознанно остановила выбор на этом карандаше, особенно когда поняла, что мне нужен какой-то стойкий карандаш для бровей на лето. У него также вот такой вот вытянутый носик, вот он сводч. Этот карандаш он вот такого вот цвета, при этом он не уходит в рыжину, такой достаточно мягкий, коричневый, холодный оттенок и помог мне подобрать этот карандаш Эдуарда Феррера, креативный директор марки Bobby Brown во время одного из своих приездов в Москву. Данный карандашик, он может выглядеть на ваших бровях как более светлым, так и более темном, в зависимости от степени нажатия на грифель. То есть вы сами, собственно, контролируете. И с другой стороны карандашикой есть такая специальная удобная кисточка. Но, как я уже сказала, в последнее время моими абсолютными любимчиками являются тоненькие карандаши для бровей. Так, у меня есть неразлучное трио от марки МАК, мои давнишние любимчики. Это МАК темный в оттенке Линджеринг, это средний в оттенке Accentuated. И это вот такой вот мой любимчик, уже стершийся, это Флинк. Это классика жанра для блондинок. Те три карандашика имеют вот такой вот тонкий носик, тонкий грифель. И с помощью них очень удобно прорисовывать волоски, дорисовывать волоски и заполнять все те проплешники, которые, ну, не знаю, как на ваших бровях, но вот на моих бровях все-таки проплешники присутствуют. Не знаю, насколько будет хорошо видно. Вот они три сводча. Соответственно, самый верхний это Флинк, нижний это Линджеринг, а средний это... Сейчас, секундочку. У нас оттенок вот этот вот Accentuated. Вот они еще раз три сводча. Ну, на самом деле, тот, который средний по оттенкам, он получается самый светлый. Ну, чаще всего я пользуюсь именно Флинком, который вот верхний. Также один из любимых продуктов на данный момент по прорисовке бровей это такой вот Dior Show Brow Styler. Он также очень тоненький. У него также на обратном кончике есть такая специальная кисточка для прочесывания бровей. И у него очень светлый оттенок. Вот такой вот тонюсенький, малышка. Тонкий-тонкий гриф, с помощью которого очень удобно прорисовывать ваши бровки и дорисовывать недостающие волоски, создавая такую вот очень естественную бровь. Вот он сводч на Dior карандашик. Ну, на самом деле, оттенки, они разные. Оттенки, действительно, наверное, совсем нюансы изменения цвета, разницы цветов, холод, тепло, более рыжий. В рыжий, конечно, не хочется. На бровях это видно лучше. На бровях, на готовых прорисованных бровях, вы, соответственно, более четко понимаете, какой цвет ваш, который не ваш. Ну, вот я, как правило, сочетаю одновременно несколько карандашей, стараясь создавать такую вот естественную бровку. Итак, у нас остались два моих любимых карандашика на данный момент для бровей. Это вот такой вот Brow Wiz от Anastasia Beverly Hills. И это карандашик из новой коллекции Benefit Precisely Brow Pencil. Карандашик от марки Benefit также имеет в своем составе, в своем комплекте вот такую вот кисточку. И он также имеет очень-очень тонкий грифель по тонкости, абсолютно схожий с карандашиком от марки Dior. И с помощью него вот сейчас вот это мой основной помощник. Я его очень активно использую для прорисовки своих бровей. И сейчас как раз покажу вам сводч рядышком с карандашиком от Dior. Вот нижняя линия, это как раз карандашик от марки Benefit. И как вы видите, карандаш от марки Dior, он такой получается более рыженький, а этот более холодный, более такой оттенок серо-коричневый. Это у нас, кстати, двойка. Оттенок 2. И последний, но не менее цены, этот вот такой вот карандашик Brow Wiz от марки Anastasia Beverly Hills. Несмотря на его миниатюрность и изящество, у него также в комплекте идет вот такая вот кисточка. И он также с вот таким вот тонким грифелем. И сейчас это один из моих самых любимых продуктов. Как я уже говорила, по ходу за моими бровями, помогающие мне сделать мои бровки естественными и графичными. Свотч на данный карандашик от Anastasia Beverly Hills. Это вот она, третья полосочка. Соответственно, напомню, нижний это у нас карандашик от Benefit. В серединке это у нас Dior. И вот этот вот верхний, третий, это у нас Anastasia Beverly Hills. В оттенке H-Blond. Вот я вам и рассказала и показала про все мои любимые средства для бровей. Как вы уже понимаете, частью из них я пользуюсь достаточно активно. Часть, по большей части, лежит без дела. Поэтому я думаю, что в ближайшее время обязательно проведу ревизию своего бьюти-кейса. И с удовольствием раздарю своим подругам и сестрам, и мамам, и бабушкам все те средства, которыми я по каким-то причинам не пользуюсь. А им они могут прекрасно подойти и служить верой и правдой, делая их красивыми и ухоженными каждый день. Итак, вот я вам постаралась достаточно коротко рассказать о моих любимых продуктах по ходу за бровями, которые мне помогают каждое утро рисовать мои бровки, не совсем идеальные от природы. Я очень надеюсь, что данная информация оказалась для вас полезной. Если вам понравилось данное видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока!